Приветствую вас в эфире Черноморской телерадиокомпании. Такая вот передача, что происходит. Каждый день мы говорим о самых важных событиях и пытаемся разобраться в них. И благодаря нашим экспертам, я думаю, что все это у нас получается. Здравствуйте. У нас в студии Бачу Корчалава, экспресс-аташе посольства Грузии в Украине. Ну и мы начнем с интересной новости. 2 ноября начальник отдела главного следственного управления МВД Василий Смих пришел на заседание Согласительного совета Верховной Рады, которое обычно происходит в понедельник перед сессионной неделей. Он заявил, что принес повестку для вызов на следственное действие нардепа от оппозиционного блока Вадима Новинского. Как это происходило, посмотрим, потом обсудим. Представьтесь. Порядок виклику на народных депутатів для проведения следственных действий. Дозвольте вручити повестки на виклик для проведения следственных действий за участью народного депутата Украины Новицкого Вадима Владиславовича. Какого народного депутата тут немає? В силу тих обставин, що на сьогоднішній приміщення Верховної Ради Новинський відсутні. Значит, коллега, послухайте, такої людини тут немає, будь ласка, очікуйте. Но в Винске. Коллега, извините, будь ласка, очікуйте, будь ласка, в залі, очікуйте от в тому залі. Я думаю, що у вас щось відомо. Будуть виходити депутати, ви зможете з ними поспілкуватися, будь ласка, покиньте приміщення. Ви що, з ума сошло? Це засідання, походжу, в Вільнаду Юлія Володимирівна. Очікуйте, будь ласка, там. Ну, вот, знаєте, такі абсолютно разні ситуації. Ми вже помнім, як відбувало задержання после засідання, наприклад, в залі Верховної Ради господина Масичука. Абсолютно все наоборот. Наверно, господин Гройсман извек какие-то уроки. Нет, господин Гройсман поступив абсолютно неправильно. Смотрите, следователь пытался дать пояснение, почему он туда пришел. Не должно быть в стране нигде там святых мест, куда никто не може войти. Единственные места, куда не може войти правоохранители в любой стране мира, это здания посольств и представительств, которые пользуються иммунитетом. В остальные места абсолютно, если надо будет передать повестку условно сенатору в Соединенных Штатах, придуть в Сенат ему передавать. Если надо прийти и дать повестку там губернатору, придут здания губернии. Тут вот почему-то украинские депутаты решили, что никто не имеет права. Знаете, вот ответ нашелся очень быстро в заявлении Вилкула, который сказал, а мне официально повестку не давали, я готов прийти, если мне повестку дадут официально. Вот это очень важный момент. А так как депутаты, прикрываясь своей неприкосновенностью, создают все условия, что им не могут передать повестку, то есть они не могут провести какие-то силовики, следственные действия дальше, которые надо проводить по отношению к ним. Вы помните, что была критика, на самом деле, после того, как Масичука задержали, и все это было такое показательное выступление в Раде, критиковали, что нельзя это так делать. Масичука задерживала Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины, у них немножко больше арсенал Службы безопасности Украины, и там было решение о задержании. А здесь МВД пришло передавать повестку на допрос. Они не имеют права задерживать депутата, и под они МВД тоже не имеют права делать о снятии депутатской недоторганности. МВД имеет право вызвать в качестве свидетеля или еще как-то на допрос. Вот это пытался сделать этот следователь. На самом деле вот эти депутаты, которые много разговаривают очень о законности, о реформах, о порядке, обо всем, они показали, насколько они сами непорядочны. Они не дали офицеру в рамках закона исполнить. Единственное, что хотел сделать этот офицер на самом деле, он хотел передать повестки главе Верховной Рады для того, чтобы эти повестки можно быстрее были правильным образом доставлены до этих депутатов. А разве представители МВД не должны сами лично вручать эти повестки? Слушайте, когда начинают вручать, так как задерживали Масичука приходить со спецназами, чтобы это сделать в рамках закона, эти начинают кричать о том, что не соблюдается закон. А общество вообще очень интересно себя ведет. Задержали плохо, не задержали плохо, сделали плохо, не сделали плохо. Ну вот, это очень странная позиция. На самом деле этот парень делал все очень, я считаю, что правильно. Просто когда у силовиков, когда реально в стране пойдут реформы, и каждый будет знать, что за преступлением следует наказание, глава Верховной Рады не посмеет так разговаривать. А почему он так разговаривал? А потому что вот там какие-то, вы видели, как они начали разбегаться, депутаты с погоджевольной Рады? Ну вот поэтому, для того, чтобы как-то и погоджевольную провести, это называется и хочется, и колется. И с коррупцией мы хотим бороться, и не хотим бороться, потому что каждый из них думает, ну а что со мной бороться, пусть с другими борются. Ну вот вы привели цитату господина Вилкула, да? Да. Он вот сказал, что готов прийти в ГПУ, дать показания, если будет официальная повестка. Но, и он еще говорит, что мне непонятно, зачем это делать сейчас, когда идет избирательный процесс до выборов мэра Днепроветровска. Осталось менее двух лет. В Вилкула не закончится ни избирательный процесс, ни депутатская неприкосновенность, еще что-то. Он найдет миллион причин для того, чтобы этого не делать. Вот эти изворотливые люди, они уже порядком поднадоели. Ну, у меня тоже, это очень странно, почему вот сейчас действительно, когда все уже в процессе, да, что могло быть на самом деле 50% и больше, для того, чтобы не было второго тура. И эти вопросы возникают по поводу Геннадия Кернеса. Послушайте, смотри, в украинском обществе все должны понять, что если сейчас не будет поддержки в адрес силовиков, которые начнут реально заниматься теми людьми, которые десятилетиями грабили эту страну, то в один момент силовики стушуются и не будут с этим бороться. И продлиться то, что было. Потому что все любые радикальные действия требуют, ну, какой-то консолидации и собранности. Еще раз говорю, ничего страшного не произошло. Пришел человек, вы видели, волновался больше всего кто? Бойко волновался больше всего, Деркач волновался больше всего. Все бегали, никто не знал, куда деваться. Все пытались понять, есть они в списке, нету их в списке. А дальше обществу закинули, вот они посмели прийти в святая святых. Кто сказал, что это святая святых? Это обычное здание, где сидят обычные люди. Абсолютно так же ответственные перед законом, как любой из нас. Но с маленькой поправкой у них есть неприкосновенность. Слушайте, неприкосновенность в таком виде, в каком она есть в Украине, нету нигде. Ну, неприкосновенность в Украине воспринимается как безнаказанность. Это разные вещи. Потому что в любом очереди, любой депутат, имея права, он имеет еще и обязанности. Эти люди не хотят исполнять обязанности, хотят, чтобы у них были только права. А так не бывает. Ну, и еще такой, знаете, интересный момент. Вот 100 автомобилей приняли участие в автопробеге к дому президента Украины Петра Порошенко. Активисты требовали уволить с должности генерального прокурора, прокурора Виктора Шокина. И, значит, село Козино, это Киевская область, где находится поместье президента. Там был митинг. Вот они также требовали другой митинг, который требовал отставки Арсения Яценюка, премьер-министра. Ну, и, значит, они выступали против автопробега, переградили дорогу, не пропускали дальше. И еще был там автобус, значит, с людьми в камуфляже, который также, значит, перекрыл дорогу к дому Порошенко. Впоследствии уехал. К активистам никто не вышел. Давайте все-таки посмотрим сюжет, как это было, и потом обсудим. Очень интересно. Правила дорожного движения. Для тебя все. Машина меня толкнула. Вы сами упали. Я упал, конечно, меня толкнула машина. Хорошо живем. Хорошо. А почему вы перекрыли руки? Ну, да. У нас есть главный. Вот который помеку. Поэтому пару-пару пришел. От кого ты скрываешь свое лицо? От кого ты скрываешь свое лицо? Мы все открыты здесь. А ты от кого скрываешь свое лицо? От кого вы? Снимай, снимай! От кого? Вот от таких, как вы, фанатиков. Я хочу с вас снять флаг. Вы позорите мою державу. Флаг нельзя так использовать. Ты нос флагом вытираешь. Сними флаг. Вы меня сейчас избиваете. Флаг забирайте с меня. Флаг забирайте. Флаг забирайте. Кто меня ударит? Флаг не с собой. Флаг, не мей. Не витирайся носом. Флаг мне. Здесь люди. Для охраны общественного оборудования. Они нарушают правила движения. Они нарушают правила движения. Они нарушают правила движения. Потому что сейчас вынесут все стекла в этом автобусе. Не требует. Вы, милиция, я так понимаю. Перепаркуйтесь, пожалуйста. Нормально. Наша принциповая треба не просто прибрати Шокина. Треба не поставить такого самого, як Шокин, як Йрема, як Махніцкий. Ми маємо вже третього генпрокурора про після Євромайдана, і всі вони займаються одним. Покривають тих, хто терроризував Євромайдан, і покривають тих, хто грабує країну зараз. Цю акцію ми мирним чином, конструктивним чином даємо шанс Порошенку розвернути корабель свого режиму з того курсу, який, безумовно, заведе його на айсберг. Ну, вот так вот автопробег не совсем состоялся, вот какие у вас... Не, ну, он состоялся, они доехали до точки, куда хотели озвучить. Это были провокации или случайно вот так два митинга стоять? Такого случайно не бывает, просто видно, кто-то решил каким-то образом оградить подступы к имению президента от людей. Кто бы это мог быть? Это мог быть кто угодно из окружения, который решил там выслужиться. На самом деле эти люди, которые ехали автопробегом, они абсолютно не агрессивные, они шли с четким требованием. Причем это требование, оно звучит не только из уст вот этих людей, оно звучит из уст европейских послов, из уст посла США, оно звучит из уст международных организаций. И Шокин стал абсолютно неприемлемым, и, скорее всего, насколько я знаю, насколько есть информация, что его скоро будут менять. Менять на другого человека, который, в принципе, будет с политическим багажом, с политической составляющей, и будет большинство из этих людей, ну, большинство и международных организаций, всех остальных воспринимает позитивно. А почему он стал неприемлемым? Вот на самом деле же мы видим, да, кто Егор Соболев, там Игорь Зуценко, люди, которые из такой, скажем так, гражданских активистов пришли в Верховную Раду, они же добивались снятия с должности господина Ярема, и вот не видят результатов в новой работе. У нас поступили, ну, у нас поступили очень странным образом. У нас назначили человека из системы. Надо всем понимать, что, вот, знаете, на сегодняшний день там есть два ведомства, которые успешнее всего ведут реформы. Медленно, но успешно. Это Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. И все это происходит по одной простой причине, потому что там руководящие лица, политики, они хотят дальше жить в политическом пространстве. А Шоркин, абсолютный человек из системы, он не понимает жизни после того, как он не будет генпрокурором, да, и поэтому он занимается тем, что пытается укреплять свои позиции. А на самом деле там тот же любой политик на его должности, он бы с радостью, с легкостью делал бы те изменения, которые надо делать, потому что он бы понимал бы, что это ему шло бы в плюс. Просто не надо бояться назначать политиков на руководящие должности, потому что во всем мире, во всем мире, должности такого ранга, как там генеральный прокурор, министр юстиции, любой министр и так далее, занимают политические фигуры. И в этом нету ничего зазорного. У них нету понимания профессионализма. Да, у нас вот придумали какое-то некое советское, вот Шокин профессионал, говорили. Он знает систему, как раз он может... Смотрите, та система, которую он знает, ее не существует, а та система, которая есть, она никому не нужна. Она никакая. Та система, которая есть. Она может работать только из-под палки и так далее. То есть, а для того, чтобы выстроить новую систему, нужен политик адекватный и очень быстро умеющий мыслить. Ну, вот интересно, да, посол США призвал Генпрокуратуру прекратить подрывать реформы, защищать коррумпированных прокуроров в своих рядах, таких как арестованные в июле бриллиантовые прокуроры, а также прекратить блокировать уголовное расследование, взяточничество, заговоров и политических договоренностей. Вот получается, что Америке не нравится, как работает Шокин, в Евросоюзе просят тоже отозвать. Не Америке не нравится. Смотрите, дипломатический корпус, если кто-то из нас думает, что они слабо разбираются в том, что у нас происходит, это неправда. Они очень пристально и внимательно... Они фактически сейчас проецируют, да, своими заявлениями общественное мнение в Украине, социальный заказ украинский. И Генпрокуратура внутри страны тоже очень сильно недовольна многие. Потому что это некая каста, которая... Вот смотрите, вот с бриллиантовыми прокурорами люди в кабинетах держали полмиллиона долларов, бриллианты, еще что-то. А теперь они еще говорят, что они невиновны и должны вернуться на свои же должности. Только мы понимаем, для того, чтобы работнику прокуратуры накопить полмиллиона долларов, ну, шесть жизней надо работать. Это сумма нереальная и неподъемная. Или как, допустим, Шокин, ездя на машине за 19 миллионов гривен, говорит, что я плачу за аренду этой машины 10 тысяч гривен в месяц. А, извините, но тогда 179 лет надо на выкуп этой машины. Тот человек, который дает ему в аренду, он или сумасшедший, или там есть коррупционная составляющая. Ну, тем не менее же процесс какой-то пошел. Вот Виктор Шокин сказал, что готов добиваться ареста Натальи Королевской, Александра Вилкула, и что их вину докажут. Когда он понял, что под ним качается кресло, он сейчас готов добиваться ареста кого угодно. Но я думаю, что это господину Шокину не поможет уже. Потому что, к сожалению, или к счастью, наверное, к счастью больше, тут больше главные политические решения. Насколько я знаю, политическое решение по Шокину принято. Это потому что президент уже не доверяет ему? Нет, он слишком много проблем создал, он слишком с многими попортил отношения. То есть на эту должность, по вашему мнению, должен прийти человек из политики, который сможет с этим справиться. Должен ли он быть профессионалом в своей сфере? Вообще не должен, потому что профессионал, это в нашем понимании, это абсолютно ругательное слово. Это человек, который знает точно, как создать столько преград, чтобы ничего не делал. То есть юрист, не адвокат, не прокурор. Вот смотрите, вам нравится то, что происходит в МВД? Полиция новая нравится? У меня уже есть вопрос. Нет, так нравится или нет? За эти несколько дней, ну я не могу сейчас так однозначно сказать. Конечно, это плюс, да, потому что в целом изменится. Ну вот Аваков никогда не работал в системе. Но я очень боюсь, что эта ширма, вот и все. Подождите, за ширмой идет вторая ширма. А я не думаю, что это сделал Аваков, я думаю, что это благодаря тому, что Экосгулация пришла на самом деле. Но если бы Аваков, как Шокин, ставил бы палки в колеса и тормозил бы процесс, этого не произошло. Ну в обычных отделениях милиции ничего не изменилось. Нет, послушайте, в обычные отделения милиции еще не дошли до них реформы. Есть патрульная полиция, сейчас создается корт. Обычное отделение милиции с 7 числа начинается все. Для них начинается веселая жизнь. Я там точно знаю, что будет, допустим, там с адекскими милиционерами многими, которые не попадут на работу назад уже никак. И так далее. То есть, но это, еще раз говорю, по такому же принципу. У Шокина тогда есть Сахварелидзе, который не менее матерый в плане реформ в области прокуратуры. Но, видите, есть одно отношение Авакова при наличии Згуладзе, есть отношение Шокина при наличии Сахварелидзе. И мы видим, что между Сахварелидзе и Шокином неприкрытый конфликт. А Згуладзе и Аваков любят друг друга или не любят, там разницы нету. Они уживаются и могут работать. У Петренко есть два зама грузина. И вы видите, там сколько разных нушев сводится в Минюсте. Петренко тоже никогда не работал особо в системе Минюста. Он тоже человек из политики. Он политик. И это говорит о том, что эта система работает только так. Ну, вы же понимаете, что реформы, да, это такое самопожертвование во многом. Потому что они не популярны. И, значит, рейтинг может и будет падать. Поэтому как раз эксперты многие говорят о том, что политики на таких важных должностях, тем более на министерских постах, они будут думать в первую очередь о рейтинге. И только потом о том, чтобы действительно все понимать. Эти эксперты ничего не понимают абсолютно и никогда в своей жизни реформ не видели и не встречали. Любые реформы делают политики. Мы можем взять пример Тайваня, мы можем взять пример Сингапура, мы можем взять пример Великой Британии во времена Маргарет Тэтчер. Все делали политики. Да, они однозначны отношения к Маргарет Тэтчер и сейчас в Великой Британии. Но все равно большинство поддерживает ее партию, которая сделала большие реформы. Но у нее уже падал рейтинг. И на самом деле отношение к ней в какой-то момент ее деятельности было... Я готов с вами дискутировать очень детально по этому вопросу. То есть на момент, когда она была всего лишь министром образования и начала реформу в сфере образования, у нее рейтинг упал почти до нуля. Но когда она подошла к выборам премьер-министра, да, и это начало приносить плоды, рейтинг взлетел до небес. И она стала премьер-министра. И была одним из лучших премьер-министров Великобритании. И смогла сделать большие реформы. По факту Великобритания осталась мировым лидером, а не превратилась там в экономику. Позади Испании, как превратилась Российская Федерация, да, после распада СССР. Только благодаря реформам. Значит, вы видите в Украине вот таких вот политиков, которые готовы действительно делать реформу? Любой политик, садясь на... Любой политик, который хочет прожить какое-то... Вот смотрите, там в этой стране существовали политики типа Лазаренко. Да, которые воровали. И где они сейчас? А сейчас никто не ворует, по вашему мнению? Подождите. Ну, Лазаренко воровал тотально. И он сейчас нигде. Все, кто за ним остальные... Там был Волков, который считался директором парламента, да, как называли его. И где он сейчас? А если ты хочешь остаться в политике, для этого надо что-то сделать, чтобы хотя бы там у тебя был момент, откуда ты можешь стартануть заново. Точно так же, как в истории Саакашвили. Саакашвили, ну, выборы проиграл, говорят, его партия набрала 41% на парламентских выборах. Я не считаю, что это проигрыш после 10 лет управления. Но сейчас смотрите, как меняется ситуация. Его партия совсем близка от того, что в 16-м году опять вернутся во власть. А всего лишь 5 лет прошло после того, как они не у власти. Потому что их оппоненты не смогли показать то, что показывали они. И то же самое Ли Куан Ю и его команда больше 30 лет были во власти. Мне вот интересно ваше мнение по поводу выборов одесского городского головы, которые прошли и второго тура, судя по всему, не будет, да? Судя по всему не будет, судя по всему. Александр предоставляет доказательства вместе с Михаилом Саакашвили о том, что были нарушения, были дорисованы какие-то цифры, но суд один за другим говорит, что нет. Можно купить суд, но у Саакашвили человек, который не остановится. Он будет, ну, во-первых, существует решение суда, которое разрешило прокуратуре изъять протоколы. И те люди, которые это фальсифицировали, им не поздоровится. А все они пойдут потом по окончанию просить от Руханова, чтобы он их защитил. А Труханова этого сделать не сможет. Понимаете, можно купить суд, но если механизм будет понемножку работать правильно, и будет следовать наказанию, и суд будет потом бояться принимать эти неправильные решения. Никто не обещал нам, что процесс изменения страны будет очень легким. Он будет тяжелым, болезненным, где-то вот с сильными ударами по рукам некоторым людям. Ну, это просто так устроено. Я тут не вижу никакой катастрофы и трагедии. Ну, вот представители даже, например, опоры говорят о том, что, да, цифры, наверное, такие. В принципе, они говорят о том, что цифры такие, и победы Труханова в первом туре есть. И многие эксперты, что они вот это потому, что, да, молодая часть населения, да, кто помоложе. Просто не пошли на выбор, не отдали свои. Сначала говорило одно, потом они заговорили, что, да, есть расхождение в 20 тысяч голосов, потом, ну, наверное, вот так, не так. То есть так тоже не делается. Опора люди, которые слишком много на себя взяли в данном случае. Это первый момент. А второй момент, знаете, эти выборы, на самом деле, посмотрите, тут произошла очень интересная вещь. В основном в больших городах аудитория, которая пошла голосовать, она уже резко видоизменилась в возрастном цензии, она 35-55. Это прохождение Березы во второй тур в Киеве. Посмотрите, сколько там набрал, набрала та же самопомощь. Это Кричко сколько набрал. Это не дедушки, бабушки. Избиратель помолодел. Помолодел избиратель, да, в Украине. Это очень важно, потому что молодые люди становятся активными. И это тоже вот тот момент, который будет ввести к неизбежности изменений. Вот сегодня появилась информация о том, что Центральная избирательная комиссия просит Верховную Раду назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске, где они не состоялись на 15 ноября. Звучали заявления и народных депутатов в том числе, что это слишком рано, что нужно в будущем году их проводить. Для народных депутатов все рано. Им или все рано, или все поздно. Ну, смотрите, да, по вашему мнению, вот то, что выборы не состоялись, это причины можно обсуждать, но все-таки надо в этом году закончить эти вопросы, закрыть эти вопросы избирательных. Конечно, надо закрыть в этом году, и то, что выборы не состоялись, это, ну, разгильдяйство чистой воды. На местном уровне вы имеете? На всех. На всех уровнях. Это разгильдяйство. Это вот, знаете, вот, там часто, когда говорят, там, какие-нибудь политики, там, частных беседах, а что мы будем делать, если мы сейчас разгоним систему? Я все время спрашиваю, я говорю, назовите мне хоть одну страну мира, которая очень хочет перенять украинскую систему себе. Вот вы знаете такую страну? В Африке, Вазии. Не имею в честь общаться с представителями этих стран. Да, ну, я вот имел, я их спрашиваю, знаете такую страну? Назовите хоть одну. Даже там Руанда, или Эфиопия, или Эритрия не хотят иметь вашу систему. А вы пытаетесь что-то сберечь. Оно никому не нужно, и оно не работает. То есть, то, что произошло, не работает в сектор безопасности, не работает ничего фактически. А есть вот некие люди, которые собираются в парламенте, надувают щеки и умничают, ничего не делая. Которые не могут даже выборы назначить. Которые при слове, что пришел следователь, вручить кому-то повестку, бегут, чтобы я тоже не был в этом списке. Ну, такое. Чего нам ждать от будущей недели, от заседания Верховного Совета? По вашему мнению, вот я так понимаю, что одно из первоочередных заданий, это проголосовать то, чтобы выборы состоялись в ноябре. Вы знаете, я серьезно не могу вам на этот вопрос ответить. Я бы с большим удовольствием купил бы брезента побольше и шил бы купол брезента, чтобы цирк получился. Потому что цирка будет много. Очень много будет цирка. Да, этим богато заседание нашего Верховного Совета, к сожалению. Ну, вот, к сожалению, да. Спасибо за то, что к нам пришли, поделились своим мнением. Батча Корчалава в нашей студии. Говорили мы о важных событиях дня сегодняшнего, пытались с них разобраться. Но вот такое мнение услышали. Больше информации вы можете найти на нашей страничке в YouTube, Black Sea TV и также на нашем сайте Черноморской телерадиокомпании. Оставайтесь с нами. Дальше я и мои коллеги продолжат этот эфир.